Всем привет! Меня зовут Ксения и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поделиться с вами несколькими способами того, как я укладываю свою челку. С челкой я всю свою жизнь и за это время я на самом деле нашла несколько способов, которые идеально подходят мне и которые абсолютно не вредят моим волосам. Если быть откровенной, то челку я не так часто укладываю, то есть не после каждого мытья, скажем, потому что залог моей идеальной челки заключается в том, что мне просто мокрые волосы после душа нужно правильно расчесать, сделать идеально точный пробор. И естественно я это делаю на влажные волосы. У меня волосы, когда они после душа мокрые, они идеально расчесываются периодически, когда мне ее неправильно подстригут или какая-то погодная влажность и мне приходится, конечно, ее укладывать. Я поделюсь с вами двумя щадящими способами и двумя не щадящими, но они также, в принципе, при правильном использовании абсолютно не повредят вашим волосам. Первый способ щадящей укладки челки, и в принципе он распространяется на всю укладку, и я уже делилась этим способом в одном из видео об уходе за волосами. Этот способ показался всем очень смешным, забавным, но на самом деле те, кто попробовали, потом очень благодарили меня. Домашний кондиционер, который у вас установлен в комнате, в доме, если у вас есть там функция не только охлаждения, которая нам не подойдет, а функция горячего, то бишь теплого воздуха. Вы также само выбираете оптимальную температуру, там, по-моему, от 23 градусов до 30. Я примерно выбираю температуру 26 и регулирую там скоростью вентилятора, то есть если мне нужно максимально быстро высушить, то я ставлю на полную мощность. И столько, сколько я пробовала этот способ, я ни разу не повредила свои волосы, даже заметила некую тенденцию того, что волосы после такого типа сушки, они становятся очень блестящими, не пушатся. Способ номер два, который идеально подойдет для жестких волос, это бигудюшки самые обычные, но желательно брать, которых есть внутри поролон, и они не будут рвать вам волосы, то есть старайтесь не брать жесткие бигуди. Эффект будет точно такой же самый, лучше всего, конечно, бигуди делать уже на более сухие волосы, тогда будет лучше укладка держаться, естественно, будет какой-то объем и так далее. Бигуди я оставляю где-то от 15 минут до 2 часов, можно ходить дольше, можно ходить меньше, но в принципе минимум 15 минут. Теперь перейдем к, так скажем, не особо щадящим способам. Первый из них это использование щетки фен, у меня их несколько и все они от фирмы Babyliss, новую, которую я купила себе, до этого у меня была другая модель, она мне безумно нравится, с титановым покрытием, но у нее нет автоматического вращения, то есть мне приходится делать все это вручную, что не всегда удобно. Здесь есть автонакручивание, также есть сменная насадка, которая чуть большим диаметром, керамика и, в общем, хорошее покрытие. Я все равно стараюсь использовать термозащиту, у меня это от Tony & Guy, предназначена для приборов до 230 градусов по Цельсию, очень классно, не жирнит волосы. Продолжение следует... Второй способ, самый простой, на мой взгляд, у меня это фен, также от Babyliss, сделан в Индалии, он очень классный, такой способ он более тщательно высушивает волосы, и также использую вот эту вот щетку. Это были все способы того, как я укладываю свою челку, и на самом деле мне они очень помогают. Я думаю, что и эти способы вам тоже помогут. Поддерживайте меня пальчиками вверх, если вам понравилось это видео, если оно было для вас интересным и полезным. А также подписывайтесь на мой канал, если вы новый зритель, чтобы не пропустить выход моих новых видео. И увидимся скоро, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok